Мы хотим вас проверить наличие признанных документов и занять свои места в вагонах, а провожающих выйти из вагонов. Всем привет! Привет-привет! С вами канал Лазаревская Форева. Вот он трава! И с вами любимые Форевушки Елена. И Владимир. И у нас сегодня новый день и новый влог. Новое путешествие, ребята. И мы сегодня поедем путешествовать с вами до Олимпийского парка. Айда за билетами! Мы купили билеты до Олимпийского парка и обратно. Всегда берем с обратно. Стоимость билетов 1752 рубля. Билеты нужно сохранять. И сказали, если вдруг что, мы опоздаем на электричке сегодня, то можно по этим же билетам будет вернуться завтра сюда же в Лазаревская. Приметик сведения. Ну, мы надеемся, что мы там не задержимся. Да, достаточно. Так что ждем электричку. Она подъедет минут через 10. Даже уже через 7. Через 7 минут у нас ласточка. Встречаемся в ласточке. Это вот эта вот ласточка. Она едет до Роза Хутор. Мы думали сегодня, куда нам поехать. В Роза Хутор или в Эмеретинский? Решили в Эмеретинский. Потому что там, наверное, потеплее будет. Решили, ребята, взять кофе эспрессо, наш любимый. Стоит всего лишь 40 рублей. Если все получится удачно, то мы даже возьмем кофе в ласточку. Даже наливается нам эспрессо. Без сахара заказали. Наш любимый. Ароматный кофе взяли один. Сейчас берем второй кофе. Очень вкусный. Пахнет прямо зерновой. Зерновой настоящий. Приятного нам кофе питье. А ласточка уже прибывает через одну минуту. Наша ласточка прибывает. Вова берет кофе. И все, садимся. Просели в ласточку. Здесь что неудобно, здесь нету вот этих вот столиков. Помните, мы впервые у нас ездим на столике. Можно расположиться и приятно кушать. Будем пить кофе так, как получится. Радует, что места свободные в ласточке. Что мы, в принципе, почти одни. Едем до конца. Прямо как в Перми. Друзья, мы отправились со станции Лазаревская до Олимпийского парка. Друзья, на море сегодня опять штиль. Рассвет. Еще солнышко, в принципе, не зашло. Едем, пьем кофе, эспрессо. Приятной нам поездки. Солоники. Солоники. Конечно. Рыбаки рыбачат, а мы едем на ласточки. Море сегодня такое чистое, голубое, прозрачное. Немного дороги вам сегодня покажем. Очень красивые вот эти дома. И близко с морем. Здесь пляж разрушенный. Скорее всего, что-то разрушило, когда был шторм века. Мы прибываем на станцию Уч-Терре. Уч-Терре. Мы приезжаем на Уч-Терре. Дагомыс. Пляж Дагомыс. Проезжаем Дагомыс. Пляж Дагомыс. Приезжаем на станцию Сочи. Вокзал в Сочи. А навстречу едет, видимо, с Америкинского курорта Ласточка. Все с билетами, мы едем дальше. Мы отправляемся с вокзала в Сочи и на следующее Мацеста. Люди катаются на водных лыжах. Подъезжаем к Хосте. Это самые популярные курорты Черноморского побережья. От Туапсе до Кага. Интерьер поезда выполнен в ретро-стилистике. Подробности на сайте РЖД в растили туристические поезда. Сколько едем до Адлера? Берег такой ровненький и с мелкой галечкой. Просто ровный-ровный. Рыбаков много, ну и купающихся уже много. Подъезжаем в вокзал Адлер. Там у них смотровая площадка. Ласточки стоят близко у моря. Отстойник, видимо. Черешня растет прямо на территории вокзала. Какая интересная техника. Голубого цвета. Восстановительный поезд Адлера. Нас подтягивают на вокзал Адлера. Вроде бы видно, что вокзал. Сейчас проедем мимо. Вот там сейчас только смотровую площадку. Вот вижу. Можно на нее выйти и посмотреть на море. Турпс, Олимпийский парк. Это вот наша электричка. В 7.56 мы отправляемся. Две минуты здесь стоим. И мы отъезжаем от вокзала Адлера. Получается, вокзал сам над нами. Вокзал огромный. Новый. Получается, старый вокзал, где-то с той стороны. Он совсем маленький. Не такой, как в той большущей. Сейчас будет Олимпийская деревня. А следующая уже наша. Эмеридинский курорт. Почти приехали. Почти приехали. Едем почти 2 часа. На следующая будет Олимпийская деревня. Река, скорее всего, что там пзунта. Так понимаю. Это Олимпийская деревня. И следующий наш Эмеридинский курорт. И нам уже видно Олимпийские объекты. Вот там деревня. Университет Сириус. Тут ехать буквально 5 минут, даже 4 минуты. От Олимпийской деревни до Эмеридинского курорта. Он же Олимпийский парк. Эмеридинский курорт. Мы приехали на Эмеридинский курорт. Ребята, мы приехали. И идемте с вами путешествовать по Олимпийскому парку. Он же Эмеридинский курорт. Он называется Олимпийский парк. Ну и мы выходим с вами. Давайте посмотрим на цены в Олимпийском парке. Добрый кола 0,5 стоит 140 рублей. Ну, также любая вода 140. А обычная, вот такая Бон Аква, 100 рублей полветра. И мы от вокзала отправляемся с вами путешествовать. Пойдем в сторону Олимпийских объектов. Ребята, мы очень давно здесь не были. Все так изменилось, если честно. Ну, посмотрим, вам покажемся. Оставайтесь, кому интересно. Очень много новинок здесь появилось. Из нее выливается вода. Сейчас мы пойдем, я вам все покажу. Водичка чистая. Олимпийские кольца сохранились со времен Олимпиады. Кстати, в этом году 10 лет, как свершилась Олимпиада у нас в России, в Сочи. Так фонтан выглядит. У нас сейчас будет фотографироваться. Ну, а мы с вами идем все прямо. Концертно-театральный комплекс строит. Смотрите, какое красивое здание. Еще стоят краны, то есть еще идет стройка. Так понимаем. Здесь раньше ничего не было. Был просто пустырь. Спускаемся с вами по лестницам. Сейчас я вам покажу фонтан. Вот так вот он выглядит. Народу никого нет. Мы приехали на первой электричке. Все замечательно. У нас будет очень много времени сегодня погулять с вами. Предлагают ребята экскурсии. Но мы с вами пойдем сами. Можно взять самокат, прокатиться на самокате. Можно взять даже велосипед. Но, правда, он тут один. Нам надо два. Ладно, пойдем пешочком. Вот эти пальмы мне очень нравятся тоже. Кстати, смотрите, сделали траволатор. Раньше его не было. Так что сейчас можно не подниматься по вот этим ступеням, а по траволатору подняться наверх. Что мы и сделаем потом? Что мы и сделаем, скорее всего. Сегодня я делала часы. Я вам потом скажу, если не забуду, сколько шагов мы прогуляемся по парку. Видел? Концертный театральный комплекс строит. Вообще такая конфигурация, конечно, интересная. Да, примерно как в сентябре. Ну да. Представляете, ребята, мы опять одни гуляем по парку. Вообще никого. Вот там написано Сириус. Вообще классно. Гулять, когда никого нет народу. Когда ты идешь, тебе никто ничего не предлагает, не мешается под ногами. Не лежит в кадр, главное. Да. И мы вот одни. Такое ощущение, что мы одни на белом свете. Так что приглашаем вас тоже на нашу прогулку. Сириус автодром написано. Сейчас покажу. Айда с нами. Айда с нами. Айда с нами. Ой, здесь такой воздух. Такой ветерок легкий. Вообще кайф. Вообще кайф. Да, сегодня обещают, по-моему, 27 в тени. Но мы все равно выбрались сегодня на прогулку. Думаю, море мы еще завтра искупаемся. У нас завтра еще денечек. Ну и там денечек еще будет на сборы. Ну а сегодня мы просто будем кайфовать в Олимпийском парке. Показываю все как есть. Давайте посмотрим еще на этот концертный зал. Пока он не достроен. Обязательно приедем сюда, когда он уже достроится. Скорее всего, что здесь будут концерты проходить. Различные. Смотрите, какие красивые пальмы здесь в форме ананаса. Подстриженные, аккуратные. Чувствуется, что здесь ухаживают. Мы так понимаем, что здесь аллея эвкалиптов. Оно же вроде называется дерево бесстыдница. Нам, кстати, рассказал Сергей, наш гид по Абхазии. Теперь мы вроде уже узнаем некоторые деревья. Смотрите, какая красота здесь. Сейчас направляемся к стадиону Фишт. Кстати, мы когда-то ходили с Вовой на Фишт на футбол. Было здорово. Играли наши с Турцией. Наши победили 3-0. Сейчас пока таких мероприятий нету. А вообще мы бы сходили. Идем, наслаждаемся по парку. Самолет полетел. Кстати, у нас сегодня улетают друзья до Перми. Давайте пожелаем им счастливого полета. А мы сегодня гуляем. Смотрите, впереди нас ждет факел, айсберг, фишт, капелька. Все объекты на месте. Очень приятно идти в тенечки эвкалиптов. Сразу так прохладненько, ветерочек обдувает. Очень хорошо, замечательно. А где открытая местность, там, конечно, уже жарко. Хотя времени сейчас 8 часов утра. Начало 9-го. Покажу вам еще раз эту аллею. Все очень здорово сделано. Многие, конечно, берут велосипеды, самокаты катаются. А мы пешком. Друзья, здесь есть туалеты, но они работают с 10 утра до 10 вечера. Время 8 утра, поэтому они закрыты. Идем дальше. Здесь есть самокат, велосипед. Велосипеды тоже такие интересные. Можно взять смарт-велосипед. Можно взять смарт-велосипед. Вот такие велосипеды есть. Впереди нас ждет Сочи парк. Но мы туда не пойдем сегодня. Мы сейчас пойдем с вами по мостику к Олимпийским объектам. Сочи парк, скорее всего, что тоже еще не работает, потому что раннее утро. Люди в основном все спят, отдыхающие. Здесь долго все спят. Да, я покажу цветы. Высажены вот такие. Я не знаю, как они называются. Но красивые. Желтенькие есть. Мы сейчас с вами по дорожке, по мостику пойдем. И летит самолет, видимо, идет на посадку за айсбергом. Видно только хвостик. Но сейчас вот здесь, наверное, тоже его будет видно. Посмотрим. Вроде бы пока не видно. Очень низко прямо спустился самолет. А вот, смотрите. Видите, как низко? Сейчас он идет уже на посадку. Мы пойдем с вами по оранжевой дорожке. Очень красиво. Слева от нас Сочи парк. Еще раз покажу. Колесо обозрения. Но, кстати, ночью светится очень красиво. Друзья, самый кайф, когда ты один отдыхаешь. Вот так вот прикольно. Никого нигде в округе нету. Просто супер. Просто кайфуем. Но сейчас следующая электричка подойдет. Там уже те, кто проснулся, скорее всего, что уже подъедут. И уже будет появляться народ. Ну, а мы пока одни. Давайте я вам покажу. Замок. Встречаемся у фишта. У факела. Друзья, начинает уже припекать. Солнышко уже довольно-таки высоко. И сегодня 27 градусов тени. Я чувствую, мы сегодня подгорим немножко. Покажу вот эти красоты вам. Самый кайф в том, что мы одни. Как будто мы одни на земле. Пова идет, снимает тоже еще одно видео. Видео будет много. Постараемся снять разные контенты. Так что оставайтесь с нами. Будет очень даже интересно. Мостик мы с вами почти прошли. И уже подходим к фишту. Футбольные мячи вижу. Надо будет сейчас сфотографироваться тоже. Сейчас так вот покажу. Немного с другой стороны вот этот замок. Колесо обозрения еще не работает. Скорее всего, что же часов с 10 или с 11 будет работать. Видите, в парке никого нет. Планетарий Сириус. Мы были здесь, когда его только-только строили. А сейчас он уже построен. И скорее всего, что функционирует. Вроде бы, знаете, идешь по знакомым местам. И в то же время столько изменилось. Мы здесь не были буквально, наверное, года три. Ну, почему-то как-то считали, думали, тут уже смотреть нечего. А нет, есть и новиночки. Так что сегодня все увидим, все посмотрим. Проходим вот эти вот мячи. Это такие вазоны для растений. Смотрите, друзья, какие крупные ромашки здесь. Четки метровые. Нет, они сами по себе такие чистенькие. И очень огромные. Накатить не могу этой камерой. Но постараюсь так вот показать. Ромашковое поле. А мы идем к Фишту. С правой стороны у нас остается айсберг. В айсберге проходили соревнования по фигурному катанию. Напомню вам просто. Мы подошли уже вот к Фишту, к площади. Сейчас немного обходим стороной Фишт. Подходим, где планетарий. Здесь есть туалеты. Вроде бесплатные, вроде уже работают. Это вам так, для информации. Вдруг кто тоже приедет на первой электричке. Хочу показать вам изменения. Уже построили вот эти комплексы. Монтера, по-моему, называется. А когда мы здесь были, последний раз здесь был просто пустырь. Еще хочу сказать вам, у нас сегодня к каналу 3 года. У нас сегодня день рождения. И мы хотим отметить этот день рождения здесь вот, в Олимпийском парке. С вами погуляем, посмотрим. Возможно, отметим очень даже хорошо. Оставайтесь с нами. Принимаем ваши поздравления. Сейчас, смотрите, опять самолет идет на посадку. Самолеты летят каждую секунду, можно сказать. Друг за другом. Там все приземляется. Мы сейчас обойдем с вами Фишт. На стадионе Фишт, по-моему, поменяли крышу. Но что-то изменилось. Она была немного другая. Была с подсветкой. Сейчас она какая-то белая, блестящая. Но, возможно, я ошибаюсь. Но мне показалось, что что-то изменилось тут. В локации Асири, знаете, все хорошо, все красиво, все чисто. Но не хватает тенечка. Очень мало таких деревьев. Вот мы шли, где была аллея эвкалипта. Там было прохладно хорошо. Но сейчас вот мы вышли. Солнце уже, можно сказать, в зените. И просто уже печет. Я не знаю, что будет летом. Мне кажется, летом здесь можно просто сгореть. Здесь просто, не знаю, какая-то мошка еще летает. В общем, как-то так. Это наше мнение. Но нам уже сейчас жарко. Хотя сегодня только 27 в тени. Локация есть. Обозначена точка Сириус-2024. Мы сейчас обязательно здесь сфотографируемся. Народу единицы ходят, гуляют. Фишт вам покажу. А мы идем фотографироваться. Покажу, друзья. Вот такая локация. Сириус-2024. На фоне Фишта. И мы находимся в Сириусе, напротив Сириус-конференц-центра. Сейчас я вам покажу. Сейчас будем фотографироваться. Сзади нас вот там факел. Фишт. Капелька. В общем, все объекты здесь. Видно айсберг. Единственное, что Куба не видно здесь. Куб где-то там. Смотрите, самолет опять. А опять самолет. Я говорю, вот каждую буквально секунду летит самолет. Самолет, самолет. Друг за другом. Вот такая вот локация. Мы сфотографировались возле вот этой вот надписи Сириус-2024. И сейчас вдоль трассы пойдем в сторону моря. Слева от нас, как он называется, Монтера, комплекс, апартаменты. Еще строится, стройка вовсю идет. Ой, красота-то какая. Настенька. Напрягает, ребята, что здесь очень жарко. Очень жарко. Теней нету. А еще только утро. Еще только утро, да. Еще даже не полдень. Покажу вам вот такие пальмы здесь. Тоже с анюкиными глазками. Очень красиво смотрится аллея пальм. Давайте покажу вам Монтеру, как она строится. Очень много рабочих там, видим. На каждой лоджии люстра. Я думаю, это будет все красиво смотреться, знаете, вечером. Когда люди будут включать свет, сидеть на лоджиях свои. Правда, здесь вот перед окнами получается трасса. Очень шумно. Прошли вдоль Монтеры всей. Написано Монтера, резиденция с видом на море. И вот здесь уже начинаются пляжи. Пляж вроде называется Роза Хутор, если я не ошибаюсь. С Днем Победы. Вот там плакат вижу на Фиште. Обошли с задней стороны стадион Фишт. Здесь вход на него. Очень много турникетов. Мы, кстати, когда ходили на футбол, мы заходили не с этой стороны, а вот с другой, с центральной. Вот, а здесь есть пешеходный переход на набережную. Мы сейчас перейдем с вами и пойдем гулять вдоль моря. Смотрите, сколько велосипедов. Народу нету, велосипеды все свободны. Есть даже кареты вот такие. Ого, нам с тобой бы такую карету взять. Садись, прокачу, скачай. Но двоих, два руля. Слушайте, прикольная. Вот на такой бы я, может быть, и поехала. Вот там еще, а там на четверых есть карета. Это вот на двоих карета, а это на четверых карета. Кайфуй, написано. Садись, прокачу, кайфуй. Прикольно. Ребята, мы на каретах не привыкли ездить. Мы доверяем только собственным ножкам. Поэтому идем пешочком. Мы на своих двоих дойдем. На один остановили. Здесь светофора нету. Просто нарисована зебра. Ну-ка, давайте посмотрим, остановится. Ага, хрен вам. Вова. Ну, вообще не останавливается машина. Хотя и пешеходный переход нарисован. Все, мы вышли с вами на набережную. Вот это, кстати, для самокатов, для велосипедов дорожка. А вот это дорожка для пешеходов. Раз мы не на колесах, мы пойдем по вот этой дорожке. Куда нас ноги донесут. Вот такая широкая вот эта вот плита. Вот строят там все тракторы. В общем, пляжи здесь еще не готовы. Так понимаем. Друзья, мы немного прошли. Вот совсем буквально метров пятьдесят. И вот здесь надпись. Пляж Роза Хутор. Купание запрещено. Здесь и на английском, и на русском. Телефон экстренных служб. По тридцать первого мая пляж не функционирует. Ну, надеюсь, они хоть к первому июня что-то тут маленько сделают. Пляжные товары. Ресепшн. Идем дальше с вами. Друзья, что могу сказать? Могу сказать, что здесь нет тени. Вообще нет тени. Это просто жесть. Есть лавочки с козыречками. Там можно посидеть. Но нам сидеть некогда. Да. Видишь? Ну, просто я думаю, что летом эти лавочки все будут заняты и днем, и ночью. Вот. Лежат так отдельные тушки на пляже. Но как-то пляж, в общем, не оборудован. Возможно, его оборудуют, конечно. Проход временно закрыт, написано. Но мы все равно пройдем. Временно проход закрыт. Давайте все равно погуляем. Здесь вроде бы можно пройти. И, видите, насыпают тут, привозят какую-то грязную гальку. Ближе к солнцу, выше водопады. Парк водопадов Менделиха. В этот раз у нас не получается туда съездить. Но мы обязательно съездим осенью. Сейчас там просто на реконструкции канатки. Набережная, конечно, ровненькая, красивая. Здесь, кстати, парапет такой низкий. Здесь можно идти, любоваться морем. Фишт мы обходим, получается, по часовой стрелке. Там тоже айсберг видно. Такая пустынная набережная. Тут люди есть на пляже, отдыхают, загорают. Но мне как-то бы не хотелось. Как-то грязновато пляж выглядит. И галька такая, знаете, пыльная. Возможно, не было дождей. Впереди вот там яхта с парусом. Вот они, видны все объекты. Нет, очень мало тени. Очень мало тени. Эти пальмы тоже сгорели на солнце, видимо. Видимо, не поливают их. Ну, как-то так. Знаете, как в пустыне. Такое ощущение, как в пустыне находимся. Смотрите, вот такой арт-объект есть. Что это такое, непонятно. Обойдем сейчас стороной. Давайте загадываем желание, когда что-то новое видим. Интересная конструкция. Много, кстати, корабликов в море. Прогулки морские, видимо, здесь. Здесь ходят морские прогулки. Есть яхточки, сапы тоже. Ну, все такое. Сейчас покажу. Вот столько народу на пляже. Отдыхают. Купается даже кто-то. А дальше пляж вообще закрыт. Такое ощущение, что этот штормом века его разнесло. И там все еще экскаватор. Там еще один экскаватор. Работают. Сейчас мы вот здесь вот с вами прогуляемся. Смотрите, с пляжа мы немного отошли. Здесь есть такой ресторанчик вроде. Называется «Моя звезда». И возле этого ресторанчика находится дерево оливковое. Сейчас подойдем, прочитаем. Все вам ближе покажем. Совсем недалеко от стадиона Фишт. Отходим вот стороной. Вот оно, дерево, которое стоит там что-то миллионы. Очень древнее, старинное. Давайте здесь вот прочитаем, что там про него написано. Олива знаний. Узнай больше. Куар-код. На английском и на русском. Маслина европейская. Вот так она выглядит. Она, кстати, еще только-только цветет. У нас в Лазаревском тоже зацвели. А это вот, наверное, лаванда вокруг нее. Ресторан Новикова. «Моя звезда». Вова снимает еще один ролик. У нас еще потом выйдет один ролик. Я думаю, будет интересно. Мы попробуем пройтись немного не по набережной, а вот здесь вот есть дорожка. Все туда идут. Я думаю, там есть проходик. Да, ресторан Новикова. Конечно, охота что-нибудь попробовать, типа хинкалий. Ну, посмотрим. Ну, друзья, обошли вот «Моя звезда» и идем по дороге прямо. Смотрите, какие олеандры. Розовый, алый. Сейчас я вам поближе покажу. Находится все возле ресторана Новикова. Давайте поближе посмотрим, как это все выглядит. Очень красиво. Ну что, наше видео подошло сегодня к концу. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо, что были с нами. Спасибо вам за подписку, за лайки, за комментарии. За материал и поддержку. Ребята, в общем, гуляем сегодня по Сириусу. И продолжение следует. Оставайтесь на нашем канале. Будет очень интересно. Не переключайтесь. Ну, а на сегодня всем здоровья, всем удачи, всем мирного неба. Смотрите, какое чистое небо. Ну и всем пока-пока-пока.